У вас на 24 часа пропадает доступ к интернету и мобильному телефону. Чем бы вы занялись, чтобы скоротать время? Если бы этот челлендж длился год, то это уже реально было бы испытание. Но 24 часа это так мало. Во время каникул и выходных я бы наверное убиралась. Дочитала бы книгу и начала читать другую. Прочитала все свои комиксы, которые у меня скопились. Пошла бы на стадион и позанималась бы там чем-нибудь. Накачала бы ноги и руки, например. Также по телеку досмотрела бы Симпсонов, Южный парк, Футураму, Рика и Морти. Разочарования и другие мультсериалы. Дошила бы все свои начатые игрушки. Лепила бы фигурки из пластилина или других материалов. Рисовала бы в скетчбуке и играла на своем синтезаторе. А во время учебы я бы ходила в школу музыкалку. А вечером бы наконец-то сама делала домашнее задание без ГДЗ. Но иногда бы играла в компьютер. У меня там мало игр скачано. В январе 2022 года в Казахстане начались беспорядки. И на две недели отключили интернет. Я был в шоке от того, сколько времени оказывается есть у нас у людей. Я начал без суеты успевать вообще все. Ну и ужаснулся, сколько времени просто сливается в унитаз через интернет. Мы просираем нашу жизнь и достижения. Я подросток и телефон для меня это глоток свежего воздуха. Дома обычно напряженная обстановка и интернет дает мне забыть обо всем. А так я могу только рисовать, напевать песни, убираться дома и спать. Или практиковаться, делать макияж. Даже при том, что я делаю его пару раз в году. Без интернета жизнь изменится. Вначале будет очень сложно, но потом это начинает нравиться. Вы можете встретиться с одноклассниками и так далее. Можете придумать свои игры, играть вместе с семьей и тому подобное. Для меня жизнь без интернета норм, даже хорошо. Но в продолжительном темпе это не хорошо. Читала бы книгу. У меня такое уже было, когда нам в городе снарядом перебили линию электропередач. Сутки не было света и связи. Я читала книгу «Дом, в котором пила чай и играла с кошками». Не так и плохо. У меня была подобная ситуация в Армейке. 7 месяцев без телефона. Уставной тапик не в счет. И интернета, и ничего. Выжил. А первые 10 лет моей жизни, сейчас мне 22. У меня вообще телефона и интернета не было. Как хорошо, что у меня дома полно антистрессов, настолок и головоломок. Помню, у нас была буря и свет отключили на 3 дня. Это был рай. Так как никуда не надо. Я проспал еще 16 часов. Потом с друзьями, мы соседи, до темноты резались в настолке. После разошлись по домам. И так все 3 дня. Я не буду в тупую убивать время, если я пойму, что сегодня нет ни шанса посидеть в инете, компе, поиграть в плейстейшн. То я бы пошел и весь день гулял по местам города, которые я еще не видел. Ведь это будут мои первые сутки без технологий за последний год. Я давно уже думал об этом челлендже, но боюсь в моем случае проблематично будет реализовать все это. Я имею в виду отключить интернет и спокойно заниматься чем-либо другим. Есть две ключевые проблемы. Первая. Колледж. Я все время держу телефон при себе на случай, если мне напишут или позвонят из колледжа. Эта мысль всегда со мной. Вторая. Учусь на программиста. Если я отключу инет, то либо сильно усложню себе обучение, либо вовсе его застопорю. А это не круто. Но все же, будь у меня возможность, я бы, как и многие, читал бы очень много книг и занимался спортом. В целом, мне больше ничего и не надо. Знания и здоровье. Семья пока на третьем месте в списке целей. Немного удивляет, что у людей так связана жизнь с интернетом. Думаю, особо ничего не поменялось у меня, если бы его отключили. Я все так же буду гулять с друзьями. Это как минимум на 6 часов затягивается. Рисовать на ноуте или в традишке. Взяла бы свои топы, что-нибудь шила и убиралась бы в своей комнате. Может, новые образы продумывала. Могла бы пойти по магазинам, секонд-хендам, посмотреть одежду. Сувенирные лавки зашла бы. Может, поехала бы открывать новое место в своем городе. Либо поехала за пределы его. Живу на окраине и рядом очень много деревень. Я не могу, у меня слишком большой выбор, чем заняться. И чаще всего я этим занимаюсь. Мое детство почти полностью было без инета. Но сейчас моя жизнь слишком зависит от него. Поэтому я бы страдала. Моя работа удаленная. Многие мои друзья, с которыми я общаюсь каждый день, живут в других странах. Память моих ноута и телефона слишком малы, чтобы я могла что-то туда закачать. Поэтому мне было бы очень плохо и сложно. Такое же было пару месяцев назад. Два дня без инета и электричества вообще из-за шторма. Я просто вешалась. Общаться не с кем, из дома не выйти. Заказы горят, смотреть нечего. Даже книги читать было сложно, ибо я плохо вижу в темноте. А из-за шторма даже днем было темно. Готовить тоже было сложно. Кухня у нас темная. Точно не для меня челлендж. Смотря какой день, если рабочий, я спокойно отвела бы уроки и оставшийся день спокойно рисовала все то, на что мне все время не хватает времени. Без звонков, родителей, учеников. А если выходной что-нибудь почитала бы, поехали бы с друзьями на дачу или в парк. Закупились бы всякими ништяками и весело проводили бы время, болтая обо всем. В июле 22 года отключили интернет на целый месяц, когда начались беспорядки митинги. В начале очень сложно, время проходит слишком медленно. Все время думаешь о том, что то там в мире происходит. Но через день-два уже привыкаешь. Если раньше заряжал телефон с нуля до ста два раза в день, то в то время даже забывал, где оставлял телефон. И 100% хватало на неделю. Минимум фейков и пропаганды из инета, больше живого общения с друзьями и веселое времяпровождение. Каникулы прошли на ура. Привет из Каракалпакстана. Рисование и еще разрисование. Довольно часто я не рисую, так как у меня есть интернет. Так что я обычно рисую только тогда, когда откладываю телефон куда подальше. А тут сутки без интернета вполне неплохо. Все просто. Возьму в руки художественные принадлежности и сяду рисовать. Если не смогу сделать это, почитаю книги в телефоне. Если их нет в телефоне, не беда. Можно взять в библиотеке. Я жил одно время три месяца без света. Целое лето из-за того, что нам отрезали его за неуплату. И с семьей кушал еду, поджаренную на костре. И ничего, жил нормально. И буду жить спокойно, даже если интернета не станет. У меня такое происходит периодически. Каждое лето, когда я уже в деревню к родителям. В самой деревне интернет и сотовая связь есть. Но дело в том, что мы выбираемся на сенокоз в довольно отдаленную местность. И практически живем там. Электричества до недавнего времени там не было вовсе. Пару лет назад приобрели солнечные панели. Теперь можно подзарядить телефон. Хоть сигналы не ловит, но можно запастись сериалами, музыкой. И в избушке по вечерам есть свет. Можно читать, играть в настолку. Еду, чай готовим на костре. Там же есть грядки с зеленью. На озере рыбачим, ягоды. Грибочки собираем и заготавливаем сено. Я там провожу обычно недельку-две. И так отдыхаю душой, телом, головой. Что этого хватает на год. Я спокойно могу провести время без интернета. Несмотря на то, что здесь я с самого детства. У меня бывало много ситуаций в жизни, когда у меня не было ни интернета, ни компьютера, ни телефона. И нет, не пыталась убить себя в ту же секунду. У меня есть занятия и по сей день, но с интернетом они реально становятся хобби. Я действительно могу гордиться тем, насколько больше я знаю обо всех вещах по сравнению с другими людьми. В том числе и моими родителями. У меня уже было такое. Глаза начали болеть от частого просмотра компа и телефона. Поэтому решил ограничить себя от телефона и компа. Не сказать, чтобы было так сложно. Я просто спал и занимался фигнёй эти несколько дней. Вроде я сходил к друзьям и родственникам и помог построить, отремонтировать дома. Лето 2020 года. Коронавирус. Многие ещё не выходят из дома и соблюдают безопасность. Я была студентом. Единственное, что оплачивало мои интернет, это была стипендия. Денег у мамы не хотелось просить. Взяла телефон мамы с интернетом, скачала электронные книги, перенесла себе на планшет. Когда мама уходила на работу, читала себя. Не могла просто отрываться. Могла всю ночь читать. Также смотрела аниме на ноуте, которое тоже скачала с телефона мамы. Рисовала, проводила время в огороде, ела и спала. Это было прекрасно. Фигня вопрос. Я и так кучу времени провела без техники и интернета, просто читая книги. Могу заниматься этим сутками. Я люблю готовить, особенно разные печенья, булочки, тортики и так далее. Я также живу недалеко от реки, так что могу прогуляться туда и опять же читать или рисовать. Если при этом дома моя мама, проведу кучу времени с ней. Я очень её люблю, но она часто пропадает на работе. Так что общаемся мы с ней не так часто. Могу научиться чему-нибудь у старшего брата. Он вечно что-то мне рассказывает. А вообще у меня есть младшая сестра, так что могу заниматься с ней чем-либо весь день. Люди, для вас этот вопрос действительно сложный? Мне 13 лет и я спокойно найду себе занятия. Если у вас это не так, то советую попытаться разнообразить свою жизнь. И не важно сколько вам лет. А на этом всё. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из 4 слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.